Я хотел как раз, вот теперь, Татьяна Сергеевна, обратиться к вам. Вот, сходим в вопрос. Дело в том, что вот то, что мы сейчас видели, да, то, что мы услышали в предыдущих выступлениях, ну, всё сводится к тому, что нам нужно, в общем-то, во-первых, это профессионалы, которые будут организовывать это, да, и понимать. А во-вторых, нужна инфраструктура, потому что действительно можно и нарушить, и то, что испугнуть, и как угодно. То есть без инфраструктуры это будет только, так сказать, вред природе. Вот, Росохот, Рыболов, Союз, организация, которая, ну, во всяком случае, ваши члены обладают огромными охотхозяйствами, правильно? Ну, общими. Ну, не маленькие. Ну, не маленькие. Не скромные. Это хорошо. И мы сейчас вот слышали здесь один из таких вот вариантов, и что как раз именно охотхозяйства могут являться базой, вот такой отправной точкой для развития вот этого вида деятельности. Потому что, во-первых, уже есть определенная инфраструктура, как мы слышали. Есть специалисты, да, которые не допустят, например, вот такой вот картины. Есть, опять же, сезонные различные факторы, которые позволят, например, развивать различные виды такой деятельности. Ну, и в конце концов, то, что постоянно у нас на слуху с коллегами, да, и я надеюсь, что мы все-таки в ближайшее время решим эту проблему, что сейчас охотхозяйство, они же в вольерах разводят большое количество зверя самого разного. Это может служить и основой для таких вот, назовем это как нацпарков, да, ну, некого туризма, который был посвящен знакомству и с животным миром, и так далее. Татьяна Семеновна, есть, какие мысли у вас по этому поводу, есть ли какой-то, может быть, опыт, есть ли вообще, в принципе, желание, да, и целесообразность в этом, и так далее. Если есть, то что для этого нам нужно с вами сделать? Пожалуйста. Уважаемые коллеги, уважаемый Николай Петрович, я хочу выразить, конечно, благодарность за то, что мы сегодня все здесь, и мы сегодня можем открыто говорить. Я не могу сказать ни одной светлой нотки по развитию охотничьего хозяйства в нашей стране. Если раньше я считала, что мы приближаемся к точке невозврата, то сейчас мы стоим на этой точке невозврата. И сейчас зависит от нас, или мы шагнем в пропасть, или мы все-таки выкарабкаемся. Вот тема сегодняшнего круглого стола – это зеркало проблем отрасли. И пока не будут решены эти проблемы, они очень большие и в совокупности очень серьезные, то мы вообще не построим ни охотничьего туризма, и вообще говорить об этом преждевременно. Вот у нас сегодня у государства нет цели что-то развивать, увеличивать, у нас цель только контролировать процесс. Поэтому охот-пользователь бесправен настолько, что он не может сам определить квоту, он не может квоту эту распределить по сезону. Он не уверен в том, что устроив инфраструктуру, к нему завтра не придут лесники, пожарники, ветеринары, и не оштрафуют его на миллион рублей. Кроме того, я хотела бы обратить внимание еще на один момент. У нас есть одно общество, Кировское областное общество, которое, принимая иностранных туристов в свое время, заработало себе, ну я считаю, какую-то странную запись, что они являются иностранным агентом. И общество охотников Кировской области у нас – это иностранный агент только за счет того, что они принимали иностранные туристы. Теперь немножко, вот я хочу сказать еще больше черной краски. У нас ведь, смотрите, закрепление охотничьих угодий неуклотно снижается, это видно по госдокладу, и у нас за 6 лет снизилось на 10%. Это то есть потенциально охотничьи хозяйства, которые могут принимать иностранных охотников, и не только иностранных охотников, а наших обеспеченных охотников, они уходят в общедоступные угодия, где нет этого зверя. И, к сожалению, ведь у нас есть еще такая проблема, она очевидна и для Дальнего Востока, и для Сибири, и для тех регионов, где у нас полно волка, что у нас можно вырастить достойный трофей, можно быть готовым к тому, что завтра у тебя на этот трофей появится достойный покупатель, но когда покупатель появляется, трофея уже нет, его съели хищники. Это один момент. Следующий момент. Вот у нас сейчас прямо такой вот крен пошел, что цель госорганов – это увеличение прямых доходов бюджета. Любым способом, любым образом. Это непонятные годовые сборы, непонятные иски и штрафы, непонятно за что. И самое главное у нас размер этих штрафов. Посмотрите, 50 тысяч штрафа на юрлицо и 200 тысяч штрафа за нарушение отсутствия разделочных досок, как я их называю, в охотничьих хозяйстве. И тем более еще сейчас планируются новые сборы за массовые виды. Тоже непонятные совершенно природы. И ничего не волнует, и никого не волнует, что охотпользователю связывают руки. Я уже про землемаршрутные ничего не говорю. У нас везде контроль, только контроль. И еще, для того, чтобы нам сейчас выходить на работу по приглашению и развитию охотничьего туризма именно в нашей стране, необходимо смотреть иммиграционные законодательства. Я просто хочу напомнить, кто не знает, что если данные о выехавшем иностранце, вы опоздали подать на один день, то у вас штраф 400 тысяч рублей. В силу того, что если, как у нас записано, что у нас только охотпользователь может приглашать этих иностранных охотников, то возникает масса вопросов. Поддержу Сергея Владимировича и буду, так сказать, заострю внимание на том, что Росгвардия не видит аутфитера вообще как класс. В нашей стране для Росгвардии аутфитера нет вообще. Они полагают, что у нас охотпользователи, кроме того, что он должен оказать услуги, подготовить егерей, которые смогут организовать охоту, это отдельный вопрос, у нас и это больной вопрос. Они еще считают, что охотпользователь должен заниматься поиском клиентов, привозить их к тех клиентам, заниматься этими клиентами. Это просто нереально. И хочу сказать еще одну вещь. Мы понимаем, что жестокое миграционное законодательство, нелегальное миграция по пресечению, но к нам-то едут, извините меня, по визам и немцы, и американцы, и испанцы, и норвежцы, и люди, в общем-то, обеспеченные и себя уважающие. А теперь посмотрим по нормативам изъятия. Вот у нас на сегодняшний день наше законодательство, к сожалению, вообще не настроено для того, чтобы сохранить животных. Лоси мы добываем 3% от численности. В Беларуси 12% добывают, в Латвии, Эстонии, Финляндии около 50% добывают лоси, и лоси есть, и туда едут люди. Соответственно, и добыча в Прибалтике в 7 тысяч в год, а у Фина в 40 тысяч в год. У нас 30 тысяч в год на 1 миллиард 600 тысяч в годе, и причисленность около миллиона особей. Зато мы всем утерли нос с ущербом от браконьерства 18 миллиардов. То есть мы потенциально людей заставляем браконьерить. Следующий момент. У нас по нашему законодательству не определено, кто как может ограничить охотника, охотпользователя. Вот я хочу, я закрою у вас охоту. Вот вы на этот сезон запланировали клиента принять, а у нас, извините меня, субъектовый орган принимает решение. Он закрывает охоту именно с целью экономического давления. А теперь посмотрим еще на один момент. То, что бесправие охотпользователя, это я поставила бы во главу угла. У него нет никаких прав, у него одни обязанности. Он всем обязан, но права нет вообще никакого. И вот вы сказали, что в Беларусь приезжает 4 тысячи охотников, так вот половина из них это россияне. Да, кстати, они говорили об этом. А я хочу сказать еще больше, вот привести пример. Вот смотрите, в Эстонию приезжает до 4 тысяч охотников. Площадь Эстонии 4,5 миллиона га. Румыния, площадь Румынии 23 миллиона га, 9 тысяч охотников. В Белоруссии, обращу внимание, полторы тысячи иностранных охотников только в угоде обществ приезжают. В Швеции 25 тысяч охотников они принимают. Площадь их 40 миллионов га. У нас, я еще раз повторю, миллиард 600. В Швеции 70% потребления мяса, это дикое мясо. В Венгрии принимают, мы уже сказали, 15 тысяч. В Киргизии более тысячи охотников. В Иране, я, конечно, может быть, скажу слова, которые не всех отдельных депутатов будут ласкать, но выдается ежегодно более 500 лицензий для иностранных охотников только на охраняемые редкие виды. То есть у них такая специфика ведения охотничьего хозяйства, которая вот это позволяет. И, наверное, скажу, что у нас, во-первых, нет головы, это я уже говорила, буду говорить. А сейчас скажу, почему по деньгам у нас так получается. У нас наши деньги от охотничьего хозяйства, немалые, и от сопутствующих всех производств, они не имеют ярко выраженной окрашенности. Наверное, мы единственный охотничий ресурс или ресурс нашей Родины, который дает всем на ЖКХ, на больницы, на учителей, на все. Но эти деньги не идут на сохранение охотничьих ресурсов. Абсолютно. Пока не будет определено, где наши деньги хранятся, мы, во-первых, не узнаем, сколько этих денег получает наше государство. И государству мы никогда не докажем, что, извините меня, мы содержим буквально градообразующее наше охотничье хозяйство, многие отдаленные села по Сибири и Дальнему Востоку. И всегда это было, и мы, в общем-то, будем этим заниматься. Но еще хотела обратить внимание. У нас много в стране говорится о том, что нам надо закреплять людей в Сибири и Дальнем Востоке. Это я уже свое личное мнение выскажу, уже не как представитель Росохотровалов Союза. Но весь мой 40-летний стаж работы в охотничьем хозяйстве, из них 29 лет в Приморском крае, показал следующее, что ни в Сибири, ни на Дальнем Востоке не приедут и не останутся жить люди, которые хотят жить в городах. Там приедут и останутся жить только те люди, которые готовы жить на природе, и для которых охота и рыбалка. То есть в первую очередь. Потому что все равно бытовые условия никогда не будут равны. И, может быть, я повторюсь, но вот в 2006 году был доклад директора Депохода Минсельхоза Мельникова в то время, который говорил о том, что основные пути решения проблемы, препятствующие развитию охотничьего хозяйства и охотничьего туризма в нашей стране, а также развития рынка услуг как для граждан России, так и для иностранных граждан. Это первое. Освобождение от НДС охотничьего трофея, увеличение срока действия ветеринарного сертификата, влезти изменения в лесной кодекс, упрощение порядка ввоза и вывоза огнестрельного охотничьего оружия и боеприпасов иностранными гражданами, устранение административных барьеров в виде избыточного контроля и надзора со стороны государственных органов. И необходимо координировать охотничий туризм в одном каком-то субъекте. Дело все в том, что даже когда мы говорим о том, что охотничьих хозяйств могут принимать не только именно охотничьих туристов, но и экологических туристов, у них такая возможность есть. Но на сегодняшний день наше законодательство вообще не позволяет ничего делать в охотничьих хозяйствах. Ну то есть в том числе и что требуется, как я понимаю, это расширить виды деятельности, перечень видов деятельности. Это дать возможность охотпользователю работать. То есть охотпользователь должен, получив квоту, даже пусть он ее выкупит у государства, что делают 70% наших охотничьих хозяйств, наших регионов, 70% выкупают квоту. И дальше начинается. Он не может эту квоту распределить так, как он не хочет. Он должен распределять именно, вот написали мы в постановлении именно в сентябре, он не может передвинуть на декабрь, он не властен распоряжаться своим ресурсом. Точно так же он охоту строил, он провел охотустройство, он определил зону вип-охоты, где у него, извините меня, под клиента все заточено, приходит лесник и эту зону уничтожает. И так далее, и так далее, и так далее. Поэтому сегодня, я полагаю, что было бы целесообразно все-таки нам пойти по пути Казахстана, которые сейчас как раз готовят программу развития туристической деятельности до 2025 года. И у них цель программы именно развития туристической деятельности. И на рабочей группе они выводят четыре вопроса. Это первое право охотхозяйствующих субъектов предоставлять в аренду охотничье оружие, право использовать лук, право владельцев оружия самостоятельно снаряжать, но это спасибо Государственной Думе, вопрос решен, и возврат ранее действующей нормы, когда одному гражданину до пяти единиц гладкоствольного. А по поводу воспитания, мы, извините меня, если сейчас еще одобрим инициативу и поднимем возраст получения лицензии до 21 года, то у нас завтра не будет ни одного охотника, мы не сможем воспитать ни одного мальчика, не сможем ему объяснить ничего, у нас этот вопрос вообще размыть. Если в других странах уже с 14 лет отец праве взять ребенка на охоту и передать ему все, то есть здесь надо очень четко все разделять, и мы сами все потеряем, а потом задохнемся от наших болезней и будем долго-долго выкарабкиваться. Уже все апокалипсис. Я так понимаю, при этом я понимаю, что, да, Сергей Владимирович, вы не договаривались, да? Нет, нет, нет. Я хочу сказать, что еще... А вот либо вообще... Да, я хочу сказать еще две фразы, вот в окончании. Вот пока у нас будут в Государственной Думе раздаваться голоса о том, что охотники это браконьеры, мы не двинемся никуда. Это первый момент. А что инициатива Резника это живодерская? Да, дичь. Исходя из этого, еще один момент хочу сказать. Вот представитель специальный, Иванов Сергей Борисович, безмерно уважаю, ценю и люблю. Но когда человек такого уровня говорит, что же касается трофейной охоты, то россияне, желающие и располагающие соответствующими финансовыми средствами, легко могут делать это за границей, чем они, насколько я знаю, занимаются, то перефразируя Наполеона, тот, кто не желает кормить свою армию, тот, кто не желает кормить свое охотничье хозяйство, будет кормить чужое. Но при этом я хочу сказать, Александр Сергеевич, что вот вы упомянули по поводу, вот сейчас дискуссии, которая развернулась на днях относительно краснокнижных, что все-таки не вся трофейная охота, это краснокнижная. Далеко не вся, и это абсолютно разные вещи, я хотел бы, чтобы это тоже прозвучало.